Обозначение. А нулевое будет единица, а второе это будет 4 плюс 1, а третье это будет 8 плюс 2, здесь будет 16 плюс 4 плюс 1. Можем найти все эти а нуля, а один. Найти-то их как раз не проблема, есть всякие формулы, но они нам сейчас совершенно не интересны, потому что мне интересно не то, и шутка формула, это то, как это можно по-другому записать. Мне интересно совсем не то, как это можно по-другому записать. Мне интересно, чтобы вы, что-то без ошибки, понимали, о чем здесь речь. Итак, если надо будет, вы сумеете написать, что такое а десятая? Да. Это 1024 плюс 256 плюс 64 плюс 16 плюс 4 плюс 1. Уж как это записать в цифрометистичной системе, это не самое главное. Важно, что вы понимаете, что это такое, так? Да. Отлично. И теперь, вот в этих обозначениях, понимая, что такое а n, пишу теорему. Такую же, какая из 64, да? Теорема выглядит следующим образом. Через степени 1, 2, 4 и так далее, 2 в степени n минус 1, 2 в степени n, по нашим правилам, извините, я не буду писать подробнее, вы помните, да, что нельзя использовать соседние степени двойки, и можно привести минус 2 в степени, да? По нашим правилам, можно, причем единственным образом, записать все числа от 1 до а n. Мы это утверждение для маленьких чисел, там, для 1, 2, 3, 4, 5, проверили, все в порядке, все работает, да? Ну, 1, 2, 4 точно проверили. База индукции у меня будет, когда n равняется 1 и когда n равняется 2. Смотрите, смотрите, когда у меня n равняется 1, это через числа 1 и 2 можно записать все числа 1 и 2, потому что 1 это как раз 2, туда можно. Когда у меня n равно 2, то через числа 1, 2, 4 можно записать все числа от 1 до 5, потому что а второе равно 5. Отлично. Но, в принципе, можно было даже использовать не для единицы и любой, а для нуля и единицы, если кому-то так уж хочется. Можно было базу брать 0 или 1, да? Почему мне важно в качестве базы брать не одно число, а 2, сейчас объясню. А потому что у меня индукционный переход здесь будет такой довольно забавный. Индукционный переход у меня будет от чисел n минус 1 и n к числу n плюс 1. Очень важно понимать, что в индукции вовсе не обязательно переходят от числа к следующему, потому что можно спокойно считать, что для нескольких предыдущих или даже для всех предыдущих мы уже все сделаем. И поэтому при доказательстве утверждения для n плюс 1 совершенно спокойно можно пользоваться утверждением для n и для n минус 1. Отлично. Как же происходит этот самый индукционный переход? Да очень просто. Что значит индукционный переход? Значит, надо сейчас смотреть, какие степени двойки. 1, 2, 4, 2 в степени n минус 1 и еще что добавляется? 2 в степени 1. Так? Да. Так. Замечательно. Господа, а вот теперь смотрим на очень простую штуку. Когда у меня добавилось 2 в степени n плюс 1, то после этого либо вообще ничего не пишем, тогда все понятно, тогда вот это число и есть, либо пишем с минусиком что-нибудь, либо пишем за знаком плюс что-нибудь. Давайте теперь разбираться в этом выражении. Какие в степени разрешены? Здесь запрещена степень, 2 в степени n. Потому что мы уже использовали вот это. А для этих чисел мы все знаем. Какие числа на самом деле здесь по нашей теорете? От 1 до n минус 1. Согласны? Все подряд, единственным образом, от 1 до n минус 1. Замечательно. А здесь то же самое. Здесь я, собственно говоря, можно сказать, это же минус, да? Потому что ровно то же самое. Тоже числа от 1 до n минус 1. Все понятно? Тоже единственным образом. А вот сейчас мы с вами должны разобраться с такой штукой. Смотрите. При помощи чисел 1, 24 и так далее 2 в степени n мы могли получать все числа так пишу, уже были. Уже были все числа от 1 до n. Согласны? При помощи меньших, да? При помощи вот этих вот 1, 2, 4 и так далее 2 в степени n. Отлично. А здесь мы можем от вот этого числа вниз пойти. Так вот, ребята, оказывается, что когда вы к a n прибавите единичку, вы как раз и получите вот это число минус a n минус 1. Они идеально стыкуются. Так же, как когда мы до числа 64 смотрели, у нас произошло, помните, 85, 86. Да? Если я проверю, что они там стыкуются, то получится, что у меня шли все числа 1, 2 и так далее, a n, а потом пошло 2 в степени n плюс 1 минус a n минус 1, 2 в степени n плюс 1 минус 1 и так далее, и так далее, 2 в степени n плюс 1 минус 1. а потом пойдет само число 20 метров а потом пойдет 1 плюс 2 и так далее 20 плюс а и будет как раз а n плюс 1 и так я пишу лима для того чтобы у меня все утверждение которое используется для доказательства чего-нибудь если я сейчас проверю такую штуку что 2 в степени n плюс 1 минус а n минус 1 это есть а n плюс 1 то я проверю что она стыкуется сразу после этого идет сразу после числа и на этот слайд плюс 1 а вот так это уже записывается и при этом если я проверю вот такое утверждение то тогда получится что у меня и на больших числах получилось ровно сколько надо господа пожалуйста посмотрите внимательно перепишите с доски наше время вот что такое 2 2 в степени n плюс 1 минус а n минус 1 это есть у нас а n плюс 1 и там другое утверждение 2 в степени n плюс 1 а n плюс а n минус 1 это есть а n плюс 1 ты объяснил нижнее равенство да не не совсем там было два равенства ты доказал второе да еще раз твоя проблема в том что они не понимают сейчас вообще ничего где единицы и минус единицы не стоят рядом да то то есть рядом с любым не нулем может стоять только ноль да как мы это делаем мы ну помните мы тут посчитали для большого количества чисел так замечательно теперь мы говорим как мы какое наибольшее число мы можем записать не используя 32 вот если запрещены все степени двойки выше 16 какое максимальное число 21 плюс 4 плюс 1 21 да как мало обозначает а4 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 нет не в 4 так господа да получается что вы еще и это правило не знаете разное правило чтения когда маленький вот этот индекс написан внизу читается а четвертое когда вверху это называется степень это совсем другое вот когда у вас написано скажем 5 и тройка вверху это означает надо 5 умножить на 5 умножить на 5 называется 5 в кубе а вот когда у вас написано буква а внизу какая-то надпись скажем там а с индексом 4 то это называется четвертое число в последовательности вот этих самых ашек а когда вы стоите большими у вас индексы будут сверху и снизу ну до этого еще доживем да да вот это кстати говорят грустная истина дело в том что в какой-то момент бедным студентам и тем кто старше приходится использовать такое количество индексов что куда только не пишут вот ну то есть мы посчитали для четвертых как можно списывать числа можно из тридцати двух вычитать числа которые мы посчитали до а третьего так и если мы докажем что а пятое минус а третье это а четвертое плюс один то будет хорошо так потому что они идеально сойдутся и тогда мы будем мы сначала напишем до а четвертого и вот здесь а четвертое плюс один мы напишем как а пятое минус а третье ну и дальше будем из тридцати двух вычитать числа которые написали до а третьего а потом прибавлять и так мы получим там а шестое и хорошо ну как это доказывать ну доказывать понятное дело как а ну давайте просто на примере а седьмого напишем давайте вот то видите целая чистая доска господа пожалуйста переписывайте то что он пишет хорошо чему равно а седьмое а седьмое это сто двадцать восемь плюс тридцать два пишем все по честному и так просто по определению сто двадцать восемь плюс тридцать два плюс восемь плюс два а вот дальше неправда никакого плюс один нет и так вот я здесь слышу за мной говорит а это сто шестьдесят я не волнуйся сто шестьдесят это или сколько запись в десятичной системе счисления нам совершенно не интересно вот это удивительная вещь вас тренируют в школе что как только вы видите какое-то выражение надо срочно сразу же его написать обязательно в окончательном виде обязательно в десятичной системе счисления интересно почему иногда гораздо удобнее ничего с ним не делать вот написано сто двадцать восемь плюс тридцать два плюс восемь плюс два не надо переводить его в десятичную систему все вот написано сумма отлично дальше что еще нужно для лимб нужно а шестое а шестое равно шестьдесят четыре шестнадцать четыре и один да теперь надо из а седьмого вычесть а шестое а зачем а лучше перенеси смотрите ребят мы же не обязаны писать знак минус два в степени n плюс один это а n плюс а n минус первое плюс один согласно хорошо тогда нам надо их сложить конечно и не забыть еще единицу прибавить тогда а седьмое чему это равно прямо так пиши сто двадцать восемь плюс шестьдесят четыре плюс тридцать два плюс шестнадцать подряд подряд все степени двойки да восемь плюс четыре а вот дальше нет плюс один плюс один плюс два да и дальше еще плюс один почему это следующая степень двойки ну смотрите чему равно один плюс один чему равно два плюс два четыре ну это четыре но это два умножить на два ну четыре четыре да да а четыре плюс четыре дважды четыре то есть восемь и так они объединяются в следующую степень восемь плюс восемь это два на восемь то есть шестнадцать дважды шестнадцать то есть ну не идиоты они наверное неуверенно сказал он но да 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 и в конце получим 256 да да спасибо ну вообще все господа вы поняли что все правда все молодцы молодцы молодцы